21 век принес с собой новые технологии и возможность совершать необычные изобретения. Например, теперь рисуют не только карандашом или фломастером. С помощью пластика можно изобразить объемный 3D-рисунок. В Центральной библиотеке Ленинского района состоялся мастер-класс по необычному рисованию пластиком. Художницы Ольга Громова и Полина Даньшина поделились своим опытом со всеми желающими научиться необычному искусству. Три года назад мне подарили на день рождения мою первую 3D-ручку. Я начала рисовать, мне это очень понравилось. Через какое-то время я стала сама придумывать новые приемы, научилась рисовать ручкой в воздухе. То есть прямо совсем в воздухе, без посторонних предметов. И мне захотелось это как-то передать дальше, научить других. Принцип работы горячей 3D-ручки предельно прост. В отличие от обычных приспособлений для письма и рисования, вместо чернил заправляется пластиковая нить. Когда нажимаем на кнопочку, если держим меньше 5 секунд, останавливается сама. Если держим дольше 5 секунд, включается непрерывная подача пластика. Сейчас подойду. На таком необычном мастер-классе детям за достаточно короткое время удалось изобразить божью коровку. У всех она получилась по-своему забавной. И как оказалось, такой способ рисования понравился не только детям, но и взрослым. Ольга Зубкова привела на занятие дочь, а в результате увлеклась сама. Я впервые этим занимаюсь. Такое погружение полное, я вам скажу, в творчество. То есть ни на что не отвлекаешься. Занимаешься только тем, что тебе нужно что-то смоделировать. Очень интересное занятие. Деткам, мне кажется, тоже нравится, да? Нравится деткам? Так что с удовольствием пришли на этот кружок и будем пробовать. Ну, вообще очень интересно. Своеобразно, новое что-то. Понравилось. 3D-ручка не только предмет развлечения. С ее помощью развиваются творческие способности и пространственное мышление. Сегодня в нашей стране проводятся 3D-олимпиады, где дети могут показать свои способности. Достаточно сложные задания им дают. На последней олимпиаде это было что-то типа нужно было создать тем группам, которые постарше. Сложную машину с движущимися элементами типа экскаватора, с ковшами и колесами. Весь этот процесс – некое волшебство. Стоит хотя бы раз попробовать, и вы навсегда останетесь поклонником этого искусства.